Xiaomi Service Framework Что это за программа и нужна ли она? В последние годы китайская марка телефонов Xiaomi завоевала популярность во всем мире. Каждый смартфон оснащен приложением Xiaomi Service Framework, которое значительно потребляет заряд батареи. В чем функция этой программы? Нужна ли она владельцу смартфона? Чем же телефоны марки Xiaomi завоевали сердца миллионов людей? Потребители отмечают качество, легкодоступность, сильный заряд батареи на протяжении всего дня. Самая привлекательная характеристика при выборе телефона – сравнительно небольшая цена продукта. Также фирма радует потребителей разнообразием моделей, цветов и размеров устройств. Обновления выходят буквально каждые полгода. Компания занимает шестое место в мире и четвертое в Китае по продажам смартфонов. Фитнес-браслеты, смартфоны, планшеты, наушники – основной перечень ассортимента компании. Утилиты Xiaomi Service Framework. Приложение является системным, установлено оно на всех версиях Xiaomi изначально. Необходимо приложение для обеспечения работы оболочки MIUI. Также своевременно доставляет оповещения от сторонних девайсов, синхронизированных со смартфоном. Самая главная и часто используемая функция приложения – связь с Mi Cloud. Утилита поддерживает постоянную связь с интернетом в фоновом режиме работы телефона. Но значительный минус этого состоит в том, что программа сильно потребляет интернет-трафик, что приводит к более быстрому снижению заряда батареи. Как узнать, сколько трафика потребляет Xiaomi Service Framework? Необходимо открыть настройки телефона, перейти во вкладку «Все приложения», найти название приложения и открыть его. В меню можно увидеть, какую часть оперативной памяти занимает программа. Там же будет показан трафик, расходуемый утилитой. Если владелец телефона почти не использует Mi Cloud, то потребление трафика приложением будет незначительное, если зайти во вкладку «Безопасность», далее «Потребление трафика» и «Системные приложения». Владелец может увидеть, какой объем энергии расходуется на утилиту. Даже если приложение не используется владельцем, расход заряда аккумулятора может быть сильно заметен. Нужна ли программа Xiaomi Service Framework? Xiaomi Service Framework – это стандартный системный софт, который будет необходим тем, кто использует иные гаджеты этого же бренда. Поскольку программа позволяет синхронизировать все устройства. Например, доставляет звуковые оповещения от фитнес-браслетов. Довольно полезная вещь для пользователей, поскольку можно будет не волноваться, что какие-либо оповещения пройдут мимо. Даже если звук на телефоне выключен, на фитнес-браслете уведомление будет отображено. Если приложение пользователю не нужно, а тем более оно сильно влияет на расход заряда батареи, можно отключить данную утилиту. Как отключить к Xiaomi Service Framework? Программа заложена производителем в систему изначально, поэтому удалять ее не стоит. Действие просто может привести к неполадкам в самом телефоне. Если пользователь не имеет труд-прав, нужно выполнить следующий алгоритм отключения перейти в настройки телефона. Далее. Батареи и производительность. Зайти в подраздел «Питание» и пять раз нажать на кнопку «Включить после данной процедуры». Нужно сделать активным режим максимальный. Выбрать программу к Xiaomi Service Framework из предложенного списка. Выбрать опцию. Ограничение фоновой активности. Данный вариант отключения подойдет тем владельцам смартфонов, которые не успели обновить систему на MIUI 10. В ином случае требования политики безопасности компании не позволят сделать этого. Если данный вариант не помог, то можно запросить рут-права у производителя. Если они уже имеются у владельца, то нужно будет установить приложение TWRP. После установки алгоритм действий следующий, необходимо открыть настройки телефона от телефона. Далее восемь раз нажать на строку с версией MIUI. Система перейдет в статус разработчика. Включить опцию «Отладка по USB», если приложение TWRP. Уже установлено. Скачиваем программу Root-Uninstaller, установка которой будет проходить в режиме Recovery. Запускаем Root-Uninstaller. Выбираем Xiaomi Service Framework и отключаем его. Чтобы получить рут-право пользователю, необходимо направить запрос в компанию. Зачастую этот процесс занимает несколько месяцев. И не каждый, кто запросил, получает права. В этом случае можно оптимизировать к Xiaomi Service Framework T. E. Настроить ее работу таким образом, чтобы заряд аккумулятора снижался медленнее. Варианты. 1. Установка лимита интернет-трафика. Для этого нужно открыть настройки самого интернета на телефоне и перейти в передачу данных. Тарифный план. Вкладка «Лимит трафика», где нужно обозначить границу нужного объема потребления трафика, когда данный показатель будет достигнут. Смартфон. Автоматически сразу остановит передачу данных. В то же время остановится работа программы Xiaomi Service Framework. 2. Ограничить доступ к приложению. Вкладка «Расширенные настройки» «Конфиденциальность». Далее пользователь должен открыть доступ к уведомлениям и выбрать нужное. Приложение для этого сделать состояние указателя неактивным. Случается так, что владельцы недовольны тем, что Xiaomi Service Framework имеет доступ к личным данным. Для этого в настройках «Конфиденциальность» можно перейти во вкладку «Приложение с доступом к данным» и установить ограничения на их сбор. Если все процедуры проведены успешно, программа станет меньше воздействовать на заряд батареи смартфона. Продолжение следует...